Я не знаю, как на вас вот эта эпидемия повлияла здесь, в Саус-Каролине. Меня Бог через эту эпидемию немножко очистил. И знаете, Он нас постоянно как-то переплавляет, очищает. Мне пришлось болеть две недели. И я был в таком плохом состоянии, дышал уже, у меня двойное воспаление было. И я дышал как через трубочку. И знаете, я увидел себя очень маленьким. Когда человек здоровый, о, я тебе скажу, я тебе покажу, я тебе докажу, я сделаю. Знаете, как сегодня люди все могут, кажется. Но когда человек еле-еле дышит, думаешь, Господи, я еще раз выдохну, и меня не будет. Я с одним братом разговариваю, он говорит, я встал, голова закружилась, встал в дверях вот так. Держусь и вижу, моя душа от меня вышла. И я только успел сказать, Господи, в Твои руки придаю дух мой. И раз душа в меня возвращает, я себя вот сверху увидел, душа в меня входит, и я опять ожил. И слава Богу. И знаете, вот перейти туда очень легко. Наша жизнь порой и на волоске. И как важно сегодня, братья и сестры, приготовить свое сердце к служению Господу. Знаете, я недавно позвонил в Филадельфию. У нас там есть тоже рядом знакомые друзья, с которыми мы общаемся. Я говорю, как на вас повлияла эта эпидемия. Вы знаешь, говорит Вениамин, очень хорошо. Когда начали вот поджигать магазины, бить все, грабить. Знаете, это многих людей отрезвило. И говорит, молодежь наша начала ревновать о дарах Духа Святого. И Бог начал хрестить Духом Святым, давать дарования. Говорит, у нас сейчас собрание. Бывает, что проповедник первый встает, и мы не можем остановить молитву. Все собрание, мы просто молимся. Потому что там, за дверями, мы не знаем, что будет сегодня вечером. Братья и сестры, порою обстоятельства нас заставляют. Порою Бог входит в наши дома болезнями, трудностями. Я вам рассказывал, как Бог вошел в мой дом. И я помню, жена корчится от боли, а я сижу на диване в зале, и я задаю Богу вопросы, Господи, что Ты хочешь от меня? Потому что я понимаю, что это не просто так приходит в мой дом. И Бог через 29-й псалом говорит, я пришел в твой дом, чтобы навести порядок. Ты когда-то пел, читал Слово Божье с семьей, и больше молился. Сейчас, что происходит в твоей семье? Сейчас ты занят, у тебя нет времени сесть, посидеть, преклонить ухо твое, настроить свое сердце. А я хочу.